Деньги-денежки блестящие Мятые вы или хрустящие Старые вы или новые Всё равно люблю вас, люблю вас я Деньги-денежки блестящие Мятые вы или хрустящие Всё равно люблю вас, люблю вас я Я хотела вам рассказать один секрет Я, кстати, никому об этом не говорила мой родной братик снимался в клипе у Айдоса Сагата. Вот забыла, как эта песня. Такая хорошая песня. У них, скажем, нет плохих песен. Да. Дело в том, что в этом клипе рассказывалась история любви парня, который искал свою девушку. И в этом клипе снялась девушка, которая на сегодняшний день является женой моего братика. У них в этом клипе встретились на ребенках, поженились. Нет, они, конечно, не там встретились. У них двое детей. Но, тем не менее, такая история. Роскошная история. Их познакомила я. Но это история не про Кера, про Алиму. Нет. Дело в том, что, ну, просто, когда у них была свадьба, то все же обычно снимают лавстори какие-то, да, там что-то придумывают. А тут ничего не она придумывает. Тут целая такая сказка получилась. Еще под такой аккомпанемент меня что удивляет, что группа уже давно стала историей, их песни классика. А Айдос какой был? Огурец 30 лет назад. Так же прекрасно выглядит. Он, наверное, знает эликсиры бессмертия. Что такое огурец, грубохот? Ну, кофей бессмертный. В хорошем смысле, что он не стареет. Ну, сейчас спросим, в чем секрет, конечно, это обязательно. А что еще? О чем можно его повыпытывать? Да, я, наверное, представлю сегодняшнего нашего гостя. Здесь и сейчас в программе «Секреты». Музыкант, продюсер, певец, лидер группы «Уркер». И сейчас у него появилась еще одна группа, называется «Номед Карма». Айдос Агат. Встречаем. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Впервые в моей жизни одновременно четыре очаровательные дамы интервьюируют. Страшно. Наоборот, это, наверное, приятно. Мы только что разговаривали, и Грубохор сказала, что вы спустя 30 лет, 20, никак не изменились. Ну, вот ни физически, ни внешне. Вот в чем ваш секрет? Я думаю, секретов нет. Спасибо папе с мамой. Скорее всего, это просто конституция, гены. Ну, и с некоторых пор я все-таки стараюсь, с тех пор, как у меня семья и дети, хочется, наверное, как можно дольше оставаться в своем любимом деле, как можно дольше оставаться со своей любимой семьей, поэтому я слежу за здоровьем теперь. А с тех пор, как вы женились, меньше стало поклонниц? Не знаю, мы как-то никогда не считали, если честно, сколько их там. Да, вот я хотела продолжить. Нет калькулятора такого. Вы, Айдос, насколько я знаю, достаточно, ну, не в 18 лет вы женились, а чуть попозже. Нет, в 35. В 35, да, вот как бы подзадержались в холостяках. С чем это было связано, учитывая, что у вас очень много поклонниц? Я отрывался рок-н-ролл. Да, то есть вот это вот все, вот эти туры по стране, там. То есть я, в общем-то, можно сказать, что, во-первых, во-вторых, это первый момент. Я, в общем-то, был достаточно занят. Всегда. Да, и второй момент, наверное, не встретил ту, на которой бы хотелось сделать предложение, создать семью. И с моей супругой мы, в общем-то, 4 года встречались до того, как мы приняли решение официально пожениться. Так что... А в ваших клипах много красивых девчонок снималось. Были романы с ними? Вот... Нет, ни разу. Мы, в общем-то, стараемся такие профессиональные отношения на съемках выдерживать. Скучно жили? Скучно жили. Ну, на съемках, да. Рок-н-ролл, а секса, наркотики нет, да? Нет, ну почему? Наркотики, наверное, точно нет. Совсем чуть-чуть. Так, легкую. Сейчас уже, конечно, давно нет. Уже забыли, наверное. Но вот те 90-е бурные, да, были веселыми, наверное, для всех. Я вообще довольно смутно помню 90-е, поэтому могу путаться в датах, паролях и явках. А это правда, что вы самый молодой член Союза композиторов Казахстана? Да нет, ну что вы, Господь, с вами. Давно уже нет. И я вообще... Вот это членство, оно такое мифическое уже. Кажется, уже никто не помнит. Айдос, вы знаете, очень много про вас говорят в музыкальной такой сфере, что вы человек такой непростой. Про вас говорят, ну вот в музыкальной такой сфере, что вы человек такой непростой. Во-первых, вы занимаетесь, насколько я знаю, только исключительно музыкой, у вас нет каких-то в обочине бизнесов, там, стоянов. Ну, кафе, ресторанов, моек, да, ресторанов, таких нет. У вас нет. И что вы человек сложный. Вот вы как сами считаете себя? Вы сложный человек? Сложный для чего? Ну, вы, ну... Сложный для чего? Сложный. Может быть, да, может быть, вы не совсем удобный человек, там, для общения или еще что-то. Ну, я вам сразу быстро объясню, в чем происходит. Во-первых, дело в том, что мы живем в Казахстане, да, и рынок музыкальный в Казахстане очень специфичный. У нас есть такое понимание, мнение у большинства артистов, что нужно быть в некой тусовке и бывать в этих между собойщиках, которые учреждают всевозможные премии, друг дружку награждают, там, ходят друг к дружке на концерт. Я ничего против этого не имею. Это замечательно. Это, на самом деле, есть, наверное, везде. Там, в России, мы очень много берем же из России, там тоже есть все-таки кланы, кланчики и прочие дела. Я как-то стараюсь дружить со всеми и не против кого, я как-то за всех. Это первое. Второе, наверное, потому что, а с чего начинаются эти разговоры? Я просто профессионал, в отличие от многих, я могу смело это сказать. И мой подход к тому делу, которым занимаюсь, он профессиональный. И поэтому, соответственно, иногда, наверное, я выставляю какие-то определенные требования ниже планки, к которым я не могу опуститься. в своей работе. Потому что моя работа, она публичная, ее видят все. Если я что-то делаю, это становится достоянием общества, людей и людей, которые любят мое творчество. И я не могу их разочаровать. И, прежде всего, у меня есть своя планка, профессиональная, которой я хотел бы соответствовать. Более того, я хотел бы расти. Я хотел бы, я все время учусь, я вечный студент в этом смысле. Я все время затеваю что-то такое, что для самого меня является неким вызовом постоянно. Возможно, отсюда это пошло. Я не считаю, что я какой-то сложный. Я, наоборот, легкий. Когда менеджеры уже обо всем договорились, и все хотелки удовлетворили, то потом со мной учили. А вам, кстати, не сложно жить вот без вот этих побочных заработков, потому что, ну, я не знаю, вы с удовольствием выступаете на то их там и различных свадьбах? Я с удовольствием выступаю везде. Это моя работа. И если случилось так, что специфика казахстанского музыкального рынка заключается в том, что 90% заработка, астерики зарабатывают на так называемых корпоративах, почему нет? У нас очень маленький рынок. На самом деле, это даже не рынок. Индустрии в Казахстане отсутствуют. Забудьте, что бизнеса здесь не будет никогда. Здесь всегда будет между собойчики и то, и все, потому что у нас всего 16 миллионов человек. Это не рынок. Это просто экономическая... Прямо вот так никогда. Нет, никогда. А зачем? Он нам и не нужен. Шоу-бизнес, он есть в России, там, где хотите, в Америке, даже в Турции, где же здесь 60 миллионов людей, 70. Шоу-бизнес начинается прибыльный. Шоу-бизнес начинается с населения 60 миллионов человек. Это доказано экономистами просто. Здесь не нужно говорить о каких-то других вещах. Хоть ты там, хоть ты тресни, хоть ты какой гениальный, хоть какая у тебя там музыкальная аудитория и так далее, это просто, это экономика. Вот и все. Вы только поэтому решились создать новую группу не за пределами Казахстана. Ну, там была масса причин. Во-первых, там было очень счастливое стечение многих обстоятельств. Во-первых, не всем так везет, как мне повезло в тот момент. А во-вторых, это, конечно, то, о чем я думал за несколько лет до, а поскольку наши мысли материальные, они когда-то имеют свойство сбываться, и попытки делать что-то с какими-то другими людьми в других странах, в другой культуре, это вообще нормально для любого художника, скажем так, обобщим, музыканта, писателя, как угодно, режиссера, как угодно это назовите, кем бы ты ни был. И это нормально. То есть, что такое творческий человек? Творческий человек, который находится в движении, в постоянном поиске. Мне посчастливилось, случилось так, что у меня появилась возможность начать совершенно другой проект в Англии. Полностью с английскими музыкантами, с очень интересными людьми. Это люди, это очень крутые сессионные музыкантчики, которые переиграли с огромным количеством больших звезд. Там Тина Тернер, Робби Уильямс, Мик Джеггер, Стинг и прочие-прочие. Это все их музыканты, с которыми с ними как-то работали, общались. Мой певец и соавтор в этом проекте, Дэвид Сай, он кузен Эмми Лайхау, спокойный, и сын известного на Западе артиста Фрэнки Вона. Посмотрите как-нибудь дуэт его с Мерлин Монро «Let's talk about love» в черно-белой съемке. Они сидят в спальне и поют вот этот дуэт. Замечательная, очень красивая вещь. Он работал с Мерлиной Монро, можете себе представить. И вот с его сыном я работаю в одном коллективе. Какая же фантастика. Да, это фантастика. При всем при этом он еще и йог с 30-летним стажем, он гуру, он обучает учителей по йоге. Заразил вас? Потому что я тоже стал этим заниматься для себя. И у него там тысячи поклонников по всему миру. Он ездит с мастер-классами по всему миру. А что этот проект лично вам дал на сегодняшний день? Рост. Рост и смену впечатлений. А денег больше стало? Денег, вы знаете, это такой проект, которому всего 5 лет. Для шоу-бизнеса это очень мало. Это молоденький проект. И до какого-то момента я больше вкладывал своих и чужих денег, скажем так. И учитывая, что там больше гораздо масштабы, там гораздо другие подходы к качеству, скажем так, более высокие требования и в принципе более дорогая жизнь, то это были в основном вложения. Но вот с этого года, слава богу, проект начинает потихонечку возвращать, так сказать, вложенные деньги, мы создали концертную программу, которая называется Mother Earth First, то есть земля, мать-земля главная. Ну, такой международный уровень, вы заявляете. Да, и в общем-то первый сингл, который мы выпустили два года назад, он тоже с ним повезло, да, сингл 27, 27, который посвящался клубу 27, вот этим артистам, которые умерли в возрасте 27, таким как Эмила Хаус, Курт Кобейн, Дженис Джуплин и так далее. Вот, эта песня выстрелила и попала на одиннадцатую строчку в чарте Music Week, такой солидный чарт, который составляется профессиональными диджеями со всего мира, около тысячи диджеев голосуют за те или иные треки и получилось, что мы там были на какой-то момент выше Дэвида Гетты, Рикки Мартина и так далее, что было тоже очень приятно, конечно. А насколько различается звучание Уркер и вот этого проекта? А насколько различается звучание Уркер и вот этого проекта? Принципиально различается. То есть, если у Уркер сложилось определенное звучание, узнаваемое здесь, в Казахстане и нам в нем очень комфортно и как-то может быть мы в силу специфики нашего рынка, который не очень приветствует резкие эксперименты, мы выдерживаем вот это звучание, до сих пор больше двадцати лет, наверное, и если происходят изменения, то они такие достаточно плавные и какие-то очень мягкие, потому что у нас очень тугой и консервативный рынок, сам по себе, у нас очень тугой и консервативный слушатель, он не очень жаждет каких-то вот сильного шока какого-то. Сейчас слушайте, как обидится, что их тугими назвали. Это объективный анализ профессионала, не надо здесь обижаться. Я знаю этот рынок просто как пирог, поэтому могу просто сказать это. Что касается проекта No Man Karma, то он открыт всему совершенно, он изначально создавался как дикий микс всего на свете, начиная от госпел, соул, рэп, хип-хоп, рок, блюз, казахские народные мелодии, кобыс, дом мра, соса, сырная и все, что хотите, там есть. И поэтому там все время что-то меняется. Вообще, пять лет назад, когда он затевался, он достаточно классичным нам представлялся, но за пять лет индустрия настолько изменилась, что сейчас он трансформировался в такой электронно-танцевальный проект с элементами национальных казахских инструментов. Ну, вы увидите это, даст бог, на экспо. Вот, мы представим довольно интересное мультимедийное шоу с участием фольк-коллектива Туран, с участием камерного хора Астаны. Надеюсь, будет очень, получится интересный, интересный, такой зрелищный проект, который, я надеюсь, нам удастся еще где-нибудь в мире повторить. Но на экспо состоится как бы премьера, такая эксклюзивная. Возможно, что вы уйдете из группы Орки, расставите ее? А зачем? Смысл? Меня просто хотело понять, это продолжение вас, да, или вы хотите закончить с... Может быть, вообще вы разочаровались в казахстанских слушателях или нет? Да нет, ни в коем случае. Почему? У меня нет повода разочаровываться, слава богу, у меня все хорошо было всегда, и у нас полная взаимность с нашими слушателями и поклонниками, а просто нужно быть открытым. Быть открытым в силу. Мне хочется меняться, мне хочется делать что-то другое, разное. И одновременно мне не мешает ничто работать и с Уркер, и работать с No Mad Karma, и работать в разных странах, и главное просто умудряться свой график как-то распланировать там. Айдус, вы знаете, сейчас очень популярен на сегодняшний день наш молодой исполнитель Димаш Кудайберген. Сейчас очень популярен на сегодняшний день наш молодой исполнитель Димаш Кудайберген. Да, я слышал. Что вы о нем думаете? И вообще о подрастающем поколении музыкантов, как Галамжан, Молда, Назар, есть Кайрат Нуртас, которого все любят. Вот сейчас появился Димаш Кудайберген. Что вы слушаете? Вам они нравятся? Я, безусловно, слышал каждого из этих трех ребят, каждый по-своему очень талантливый, и интересный, и у них у каждого сложилась какая-то своя аудитория, и это здорово. Я вообще за то, чтобы было много разного, понимаете? Тогда выигрывает только аудитория, да, наша? Вот. И что вы хотите услышать? Они, у них, по-моему, все в порядке, они чего-то добиваются, они куда-то двигаются, у них есть своя армия поклонников, которая тоже растет, и я только могу порадоваться за них. Хорошо. Про вашу семью, про вашу жену. Вы женились в 35? Да. Почему так сложилось, что вы встретили ту самую только в 35 лет, и почему она, что в ней? Ну, здесь все очень просто, слава богу, я ее встретил не в 45, не в 55, да, как многих, многих тоже бывает, поэтому здесь надо только радоваться, что я в принципе встретил. Что в ней? Мог и не встретить же. Конечно, могли. Но почему она, почему вы именно ее выбрали? Что в ней особенного? И что вы искали? Вы же искали же изюминку, наверное, что-то свое. я искал, тем более, что, наверное, к 35 годам я уже был довольно-таки, как бы, может быть, избалован вниманием женского пола в определенной степени, и, наверное, уже потерял вообще, сказать, ориентир, кто же мне на самом деле нужен, какая же она должна быть, чтобы наконец-то у меня расслабилась душа в этом смысле, да, и, наверное, она меня покорила сразу какой-то вот своей, во-первых, она нереально женственна, она принципиально женственна во всех своих проявлениях, и я сразу понял, что это прекрасная будущая мать, да, она прекрасный собеседник, мне всегда хотелось, чтобы рядом была женщина, с которой мне было о чем разговаривать, прежде всего, мы как-то сразу подружились, то есть чувство того, что это друг сидит напротив тебя, с которым тебе хорошо, интересно, прежде всего, человек, который, у которого есть определенные принципы, какое-то интересное видение жизни и так далее, ну и, наверное, искрометный юмор, который она меня совершенно очаровала, буквально с первых наших встреч, с ней всегда очень весело, поэтому, это было очень важно для меня. И ваши детки, кто из деток похож на вас? Кто у вас, мальчик, девочка? Мальчик, 8, девочка, 5 лет, сына зовут Джангир, дочку зовут Беата, и они, они оба, наверное, в чем-то похожи на меня, в чем-то похожи на нее, в чем-то они оба на нас совершенно не похожи, поскольку это совершенно новая формация детей, эпохи Водолея, они совершенно другие сейчас, просто не такие, какими были мы, мы часто об этом говорим с женой, что совершенно атомные какие-то дети совершенно как-то Беата Айдосовна как-то звучит странно, Беата Айдосовна. А вы не говорите Беата Айдосовна, говорите просто Беата Сагата. А что значит Беата Сагата? А что такое Беата вообще? Приносящее счастье с латыни, с итальянского, это итальянское имя. Вы в очках? Вы всегда в очках? Да? Независимо день, ночь, вечер, помещение. Вы не снимаете? Да, конечно, снимаю. У меня есть еще такие просто очки, которые с диоптриями и сейчас у меня вообще плохое зрение в принципе. У меня близорукость. С диоптрией, значит. Хорошо. Вы очень... Я была совсем-совсем еще ребенком, когда вы уже были в телевизоре. Я была совсем-совсем еще ребенком, когда вы уже были в телевизоре. О! Да. И я помню эти все песни и помню даже напевала, да, и вы действительно совершенно изменились с тех пор. Спасибо. Браслетики, все это что? Это для чего-то, от чего-то? Или просто красивые красивые аксуары? То, что вот на левой руке это просто что-то. Не знаю почему, мне нравится, не знаю, с какой-то момент мне захотелось. Я когда бываю в разных странах, я что-нибудь покупаю там на вот всяких... Я люблю всякие рынки вот эти вот... В Лондоне, в районе Кэмпден есть чудесный рынок, ярмарка такая очень пестрая, и там много товаров из Индии, вообще с Афганистана, такая эклектика такая этническая, я очень люблю там бывать и покупаю всякие штучки и дрюшки себе иногда. Этот браслет это то, что имеет на самом деле смысл и довольно глубокий это некий такой оберег и некий... Это так называемый браслет сикха. То, что носят сикхи. Я просто являюсь... Я практикую кундалини-йогу несколько лет уже, и сикхи носят этот браслет как символ того, что Бог един для всех и все равны перед Богом. То есть вы не придерживаетесь... Он также является символом стальной воли владельца. Это чистая сталь. Вы не придерживаетесь какой-то веры определенной? Какой-то определенной... Нет, я имею в виду, что я не связан с каким-то религиозным институтом как-то мечеть, церковь, синагога, не знаю, что еще какой-то... Я не хожу в какой-то определенный храм, чтобы молиться, но я просто несу в себе некое чувство того, что Бог есть. Что значит для вас быть стильным? Ничего. Я не вкладываю. Я на это не заморачиваюсь. Я смотрю на ваши браслетики, в принципе, они у нас есть. Вот в таком же качестве. У нас что? У нас тоже в Казахстане есть. Конечно есть. И у меня есть казахские браслетики. Но это определенный какой-то лайфстайл. Вот вы в Лондоне на ярмарке ищите всякие интересные штучки. Да нет, я вбиваю время, когда у меня есть свободная пара часов, я еду туда и шляюсь, открыв рот, пялись на витрины, как все нормальные люди, болтая с продавцами. Это такое... Это же жизнь, понимаете? Я просто... Как вам сказать? Я в принципе просто очень живу. Да, то есть особенно последние несколько лет с тех пор, как у меня открылись не какие-то знания о том, что надо жить, в общем-то, не заморачиваясь ни на что. и жить здесь и сейчас. И если у меня есть возможность пойти куда-то, сделать что-то и пообщаться с кем-то, узнать что-то новое, почему это не сделать? Где бы я ни находился? Дело в общем не в Лондоне, не в Алма-Ате, не в Астане, не в какой-то другой стране, а дело в тебе самом. Тот мир, который находится внутри тебя, это все равно интереснее, чем мир вокруг тебя. Вот, кстати, я сейчас вас слушаю и думаю о том, что сейчас, как вы говорили сами до этого, 21 век. Вы говорили сами до этого, 21 век, и многие артисты заводят себе странички, очень активно сами ведут и все рассказывают, где они ели, пили, развелись, влюбились, выступили. А есть вторая категория артистов, которые говорят, ой, мне это не надо, ничего показывать не буду. Вот вы к какой категории артистов относитесь? Я, наверное, с той категории, которая позже всех присоединилась ко всем этим модным трендам в соцсети и там, допустим, в инстаграме мы появились буквально там что-то несколько месяцев назад и там у нас еще все еще так сыренько и так далее. И мы абсолютно не придавали этому никакого значения. И, если честно, я вот сейчас только начинаю понимать, что это вообще такое, что это какая-то культура особая. Начинаю советоваться с более молодыми там людьми, которые мне объясняют, говорят, это что, это надо знать, это надо уметь. Я говорю, ну, хорошо, научите меня. Я хочу знать, уметь. Расскажите мне, как это работает. И мне вот расскажут. Ну, любопытно, почему нет. Видимо, этим тоже надо как-то заниматься. Конечно, мы не выкладываем еду, разводы и прочие вещи, но как-то, да, ну, по крайней мере, мы в курсе, что это такое. А что на завтрак ест лидер группы Рукер? Завтрак часто это я, ну, у меня достаточно простое питание. Я несколько лет назад перестал есть мясо и птицу, поэтому я на завтраке у меня такие, это каши, каши, яйца, там, хлеба какие-то, как это называется, всякие, не белые, а вот эти полезные всякие хлеба, вот, вот все такое. Я достаточно плотно обычно завтракаю, обедаю и чуть меньше ем на ужин, стараюсь не есть, там, после 7-8 часов и я просто очень рано встаю, поэтому рано ложусь. То есть, тоже, тоже не так, где-то, последние 3-4 года, наверное, я перешел на другой режим жизни. А сериал Перекресток смотрели? Конечно, смотрел, я прекрасно помню нашу любимую актрису. Камилу, Да. Ну, вообще, меня зовут Ирина и я Я знаю, встречалась с вами, да, на сценах наших. Знаете, мне, когда я вот очень долго внимательно слушала вас и вашей подачи и в энергетическое, и в интонационное, все так легко, все так просто, ненавязчиво, незатейливо, но на самом деле мы-то знаем, что за этим стоит просто масса регалий, масса признания, то есть, вы посол доброй воли, и уркер, это уже при жизни молодого совершенно создателя и вокалиста. Улица имени уркера, да? Да, и эта группа уже называется легендой, и как бы, это действительно, это определенный статус, и есть ли у вас ученики, хотелось ли вам поделиться, вы спросили сейчас, вы рассказали сейчас, что молодые учатся у вас, а вы, как вы, относитесь к молодым, или к вам не обращаются, или есть дистанция, вы вообще когда-нибудь звездной болезнью болели? Конечно, болел. Болел, да? Как это выражалось? Конечно, это случилось сразу после того, как выстрелила песня на урыс, и люди стали петь хором ее на улице, трезвые и пьяные, и всякие разные. Да, конечно, и, конечно, там крышу снесло. Ну, в чем выражалась эта звездность? Это был задратый нос, и всякие там, туда пойду, сюда не пойду, хотя, в общем-то, причин к этому не было, никто же тогда не разбогател, не стал каким-то там великим чем-то, но это потом прошло со временем, с возрастом, это же все лечится, слава богу, да, это же все лечится, и вот, кстати, вот вы говорили, что там сложный айдос какой-то, видимо, это вот с 15-летней давности общение с кем-то произошло, с тех пор я довольно сильно... Кого-то отрезал, видимо. Сильно изменился, если что-то... Это, как правило, люди думают, что люди не меняются, я вам открою большой секрет, мы меняемся каждый день. Вот вы просыпаетесь утром, вы уже не такой, как вчера, потому что вы поменялись на клеточном уровне. Когда вы спите, клетки продолжают делиться. Тем не менее, отбросить, отбросить это, видимо, нельзя. Я как раз и хотела спросить, ваш международный проект, ваш, можно сказать так, второй ребенок, ну, совсем, вы сказали, молодой проект, это маленький ребенок, и уже взрослый, зрелый. Ребята там все взрослые, я там самый, ну, не самый молодой, но почти. Молодой проект, понятно, не исполнители, но Уркер это уже такой взрослый, зрелый ребенок, любимый вами до сих пор. Конечно. Вы как бы там тоже видите какое-то развитие. Понятно, что концепция остается, как вы уже рассказали, такая же, целостная и доступная, любимая казахстанцами, но все-таки там, возможно, тоже какие-то интересные движения, как в этом международном проекте? Конечно. Взаимно будет обогащение взрослого ребенка и малыша? Я думаю, да, я думаю, что-нибудь будет происходить и должно происходить, потому что музыка уникальная, универсальная, универсальный совершенно язык, с помощью которого ты стираешь всяческие границы, да, и музыканты во всем мире, на каком языке они бы не разговаривали, когда они встречаются, и начинают вместе играть, они сразу начинают друг друга понимать. Это уникальный совершенно процесс. И поэтому я думаю, что да, это очень интересно. Все-таки хотелось бы докопаться. Вы сказали, вот даже вот это 27, да, вот этот хит, он очень мощную строчку, там, такую престижную занял. Вы сказали, ну, это повезло. Ну, разве повезло? А кто все-таки автор? Кто двигает в этом направлении? Значит, это все-таки все ваше? Вы ни разу не сказали я. Это тоже, как бы, с одной стороны, ну, как бы показывает вас сложить. Ну, несмотря на то, что я являюсь автором музыки, в большинстве случаев, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что музыкальные проекты, шоу-бизнес и вообще все, что с этим связано, это, как правило, все-таки коллективный труд. Как правило, за артистом стоит очень большое количество труд, огромного количества людей. А сама тема, кто выбрал эту тему 27? Вот что она так выстрелила? То есть это мировое признание? Идею посвятить песню клубу вот этих рано ушедших артистов принадлежит Дэвиду Сайу, моему соавтору и певцу группы No Mad Karma, потому что это его личные воспоминания о кузине Эми Вайнхаус. Просто впоследствии мы просто расширили эту тему до клуба 27. Не только ей, а их там больше 10 человек, ярких очень личностей, которые до 27 лет сумели сделать столько и ушли совершенно неожиданно, трагически многие и так далее. Это очень интересная тема. То есть такое совместное творчество получилось и вот выросло. Насколько еще известно, вы же там не поете, да? Поет. Я подпеваю немножко в бэках, когда у нас встал вопрос о том, что петь, как, у нас вообще там смешная была история. Дэвид вообще не планировался как певец. Он задумывался как поэт и думалось, что буду петь я, но потом все-таки мы выяснили, что, ну как сказать, чтобы петь на английском, говорить на английском и петь на английском это совершенно разные две вещи. Можно говорить, чтобы тебя понимали, но петь ты должен так, чтобы тебя приняли. Англоязычная индитория тебя приняла. Есть совершенно естественный нормальный акцент, там казахский, русский, как угодно его назовите, и я не стремлюсь как бы от него избавляться, не собираюсь изображать в себе там англичанина с каким-то там идеальным спортским акцентом и так далее. Нет. И когда Дэвид стал присылать демо записи со своими текстами на мою музыку, что-то там мурлыкал и напевал, мне показалось, что он совершенно фантастически звучит. Я предложил нашему русскую, слушай, говорю, мы нашли вокалиста. Он говорит, нет, мы нашли тексты, нет, мы нашли вокалиста, послушай, как он поет. И все, и мы решили, что он будет петь. И каково вам быть в роли того, что вот вы не поете, а поет другой? Чудесно, совершенно очень комфортно себя чувствую в уголке за клавишными или там я играю на куче разных инструментов и немножко на дамбре, немножко на хобазе мне пришлось научиться играть и на каких-то других инструментах, и стучать, и хлопать. Это музыка. Вы, кстати, только что сказали о том, что вы очень сильно изменились спустя вот эти вот годы, когда про вас говорили, что вы сложные, звездные. А в связи с чем произошла такая трансформация и почему вы изменились? Я повзрослел. Некоторые даже возраст никак это не меняют. Может быть, какая-то ситуация была? Проблема. Почему мы должны об этом говорить? Это нормально. Человек должен меняться с возрастом. Он должен становиться лучше, проще, добрее. Наверное. Если отойти от музыки, да, от вашего творчества. Давайте. Самый главный человек в вашей жизни. Самый главный человек в вашей жизни? Ну, наверное, не один. Это все-таки моя семья, вот эти трое, которые со мной живут, терпят меня. А какое самое крупное приобретение финансовое, не считая музыки, вы сделали? На что вы потратили очень большую... Помогу и полиции как бы такие вопросы задаете. Ну, вы в курсе, что вопросы на материальную тему, это магнитон вообще. Только в Казахстане принято в лоб спрашивать, а сколько вам заплатили, а сколько вы там... Почему? Это во всем мире всегда спрашивают. Я вот, кстати, слушала-слушала и поняла, вы сейчас дружите с ребятами и работаете в Лондоне. И как вот вы лично для себя можете решить, что как живут музыканты там в Лондоне, за границей? Я вам объясню, как живут музыканты за границей. Прежде всего, там никто никогда не думает о материальной составляющей. Они хотят быть счастливы. Просто по-людски счастливы. Это условия... И одним из условий счастья твоего человеческое является возможность заниматься любимым делом. Не важно при этом, сколько ты зарабатываешь. Понимаете, да? Человек, который понимает, что он хочет быть счастлив, и человек, который хочет быть богат, это две противоположные планеты. Понимаете? Ваш вопрос из области человека, который хочет быть богат. Я хочу быть счастлив. Нет, наш вопрос был из области того, чтобы услышать то, что вы ответили. Вы сейчас спросили, чем отличаются музыканты там и здесь. И вот я для себя открыл эту простую истину. Когда с ними разговариваешь, с разными... А я разговариваю там с разными музыкантами, как с очень состоятельными, так и не с очень состоятельными. Так вот, они все одинаковые в одном. Они говорят, независимо от того, сколько мне платят сегодня, 10 фунтов, 100 тысяч фунтов за вечер. Я никогда не брошу это дело, потому что я счастлив, когда этим занимаюсь. Понимаете? И они идут, кстати, на очень большие жертвы. При этом начинающие музыканты, как правило, не заводят семью. Они не могут себе это просто позволить, потому что нужно платить за то, за все, за пятое, десятое, записи и так далее, и так далее. Мы, кстати, в Казахстане здесь живем в достаточно счастливом отношении материальном. У нас многие музыканты имеют семьи, хорошие дома, квартиры, машины и так далее, и так далее, счета в банках, недвижимость и прочее, прочее. Там музыканты даже с 10-летним, 15-летним, там музыканты к вершине своей карьеры идут десятилетиями. Очень часто. И очень часто это очень трудный, полуголодный путь. Понимаете? Потому что Англия – это очень жесткая страна, или Америка – это очень жесткая страна с огромными налогами, где большая, дикая конкуренция, особенно в шоу-бизнесе. И они идут, на самом деле, на жертвы, на многие. Они часто одиноки. Они часто остаются одиноки. Поэтому здесь надо немножко с других категорий рассматривать. Если человек хочет быть счастлив, он должен заниматься любимым делом. В чем еще ваша страсть? Человек не может же болеть одним и темным. Конечно, он может как основной своей работой. А что еще вас увлекает? Меня увлекает хорошая литература, меня увлекает хорошее кино. Я с удовольствием смотрю кино. Мне очень нравится. Какое кино вы смотрите? Разное. По возможности… Вы не выбираете, вы не сортируете, вы включаете телевизор и смотрите то, что показывают? Я не включаю телевизор много лет уже. Включают дети, смотрят мультики. Это все у нас телевизор. Это мебель какая-то. У нас был смешной случай. К моему сыну в гости пришел друг, пацан там, сосед, который зашел и сказал, «О, у вас старинный телевизор». То есть он имел в виду, что он не плоский, как сейчас модно на стене висит. Ну, мы просто когда-то нам давно его подарили на свадьбу, и он с тех пор не менялся. Потому что мы его не смотрим и не видим смысла его менять. Читаете литературу какую? Тоже разную, но желательно ту, которая заставляет думать и меняться. Что читаете сейчас? Что заставляет вас сейчас думать? Из недавнего Александра Эббен «Доказательства рая». Если знаете, было бы пару лет назад это был громкий бестселлер такой. Параллельно что-то я читаю. Я просто стараюсь поддерживать английский свой на уровне, поэтому стараюсь там на языке оригинала тоже читать. Сейчас вот у меня одна из книг, которую я пытаюсь дочитать, это в высших кругах есть такой роман Артура Хейли. Просто хороший язык, интересный взгляд на жизнь политиков изнутри. Мне показалось интересно, я продираюсь сквозь эту книжку. И иногда возвращаюсь к любимым романам любимых писателей, таких как Хемингуэй, например. Девочки, у нас как всегда скромный подарок для нашего гостя, но он очень, по-моему, интересный. Это очень правильный подарок. Спасибо большое. Я всегда с удовольствием дем шоколад. Простой, плиточный наш, отечественный, между прочим. Предпочитаю. Спасибо, это очень актуально. Спасибо вам огромное. Желаю вам процветания в вашей программе и быть всегда такими же прекрасными и красивыми, как вы сегодня. Спасибо за ваш откровенный и развернутый ответ. Успехов вам в творчестве и в продвижении на мировом рынке шоу. Субтитры сделал DimaTorzok